Доброе утро, мои дорогие! Какой день-то будет, а? Вроде он небо проясняется. Холодно! Но уже стало в 7 утра расцветать. Уже радует. Так. 4 градуса тепла. Ну, ветер, ветер ледяной. Ой, девчонки мои дорогие! Спасибо вам огромное! Ой, сколько мне писали, звонили с праздником! Ой, спасибо вам огромное! Спасибо, мои хорошие! Вот пусть вот все беды обходят ваши дома. Пусть у вас все будет хорошо! Спасибо, мои девочки! Вот прям не могу. Вот говорю, а сама хоть реви. А я вот выйду на улицу, посмотрю вот на этот бардак, думаю, надо убирать, надо обрезать кусты, надо это, а сама зайду в дом, плюну на все дела и давай опять ковыряться. Ну, вот я даже не ожидала, что я так соскучилась по работе. Ой, просто вот. И что удивительно, и мужчины писали, и даже в комментариях написал молодой человек, который ехал со мной в одном поезде стажером только в девятом вагоне. Ой, так приятно! И Владимир написал мужчина, что репосты делает в моем видео. Огромное вам спасибо! Ну, вот прям вот от души спасибо огромное! Ну, вот редко пишут мужчины, это очень редко. А ведь это так приятно, а! Ну, что, мои хорошие, сделала я украшение, и душа моя успокоилась. Теперь можно заниматься другими делами. Украшение получилось длинное, 80 сантиметров. Вот, и я сделала вот такие серьги, они 6,5 сантиметров. Но это кому хотите, какой сделать камушек, можно зелененький, можно такой. Вот, если кому-то надо, я могу и коротенький сделать. Там из двух или из трех бусинок они покороче будут. Вот так что доделала. Прямо вот отлегло. Ой, что я выкладывала песни вот Кирилла и Филиппа, Ирина Хсоновей. Ох, на меня вчера Ютуб накинулся. Ох, понаписали мне там за авторские права. А я же не выкладывала монетизацию, то есть я с этого ни копейки ничего вообще не получу. Я не делала монетизацию эту. Мне нужно, короче, вот так вот. Ох, понаписали. Теперь даже боюсь видео выкладывать простое. Уже не знаю, что будет. Да, все очень строго. И главное, что чем дальше, тем строже. Хотя, вот да, нельзя там пить, курить, да, в видео. Матом ругаться нельзя. Ну вот посмотришь, у кого там полмиллиона подписчиков или еще больше. Они что хотят, то и творят. Им все можно. Конечно, потому что у них столько просмотров, столько рекламы. Им все можно. А тут вот поделиться с людьми молодыми талантами нельзя. Ну вот, да, везде вот какая-то, какие-то стандарты вот двойные, как называется. Ой, да ладно, бог с ними. Господи. А я все равно свое дело сделала. Девочки, я не успокоилась. И все-таки отреставрировала вот эти бусы винтажные с эффектом АБ. Я их сделала подлиннее. У меня были бусинки. Вот чуть-чуть поменьше. Вот, я их сделала сзади. Все, я переделала. Но переделать я переделала, но остался и замочек. И, в общем, все как было. Так что 60 сантиметров. Они не такие длинные на шее. Они вот так вот где-то будут. Ну, если, конечно, шея там 30 сантиметров в обхвате, то будут вот такие. Ну, не у всех же такие шейки, правда? Вот, я очень рада, что я прям вот переделала их. Мася, ну, друзья, к тебе толпами. Толпами. О, два сбежали. День открытых дверей. Маська вернулся. Ну что, мои дорогие. Вот сделала я такое украшение. Вот такой сатуар. Длиной он метр тридцать. И еще восемь сантиметров вот этот вот галстучек. Ой, девочки, чего тут только нет. И нефрит, и агаты, и индийские агаты, и яшма, и змеевик, и сердолик, ой, и чешское стекло, и просто тонированный камень. Кошачий глаз, господи. Фурнитура под медь. Вот кому, может быть, даже и в три ряда можно носить. Вот, так что. Ну что говорить. Я не умею нахваливать то, что я делаю, но мне самой нравится. Если кому надо, я еще и серьги могу сделать. Да и браслет тоже могу сделать. В общем, смотрите, мои хорошие. Ой, очень хочется уже делать шарфы. Но еще посылки не получила. Очень хочется. Но хотя, я думаю, наверное, надо вам показать, которые у меня есть в наличии. А то вы, наверное, забыли, девчонки. А весна не за горами. Сейчас я, пожалуй, схожу, наверное, принесу их из моего дома. Может быть, несколько штучек вам покажу. Ну вот, начались дела домашние. Макарик мне звонил, внук мой старший. Говорит, как погода. Я говорю, да ужас, а не погода. Вышла, ему показала на улице. Он так удивился. Он говорит, я же сколько раз не приезжал, никогда плохой погоды не было. Я говорю, ты приезжал-то летом. Он говорит, даже смотреть холодно на этот ветер. Все серое, все какое-то пожухло. Я вот жду мая. Мне очень комфортная погода в мае. Весной вот и осенью. Когда нет жары такой. И прям такая нормальная погода. А вот это межсезонье не очень, прям скажем. Что такое? Я же тебя покормила. Чего ты хочешь? Чего ты, Мася? Чего? Подходит, трется об ноги. Туа, 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 туа. Он так вырос за этот месяц просто. Такой тяжелый стал. Какой-то потолще. То был такой просто вот длинноногий. Какой-то дохлый. Я все ему говорила. Говорю, ты столько ешь и куда не в коня корм. Ну, сейчас хоть покруглел как-то. Вот такой вот яркий шарф. Ну, вот смотрю я на него и думаю. И хочется мне его переделать. Как-то мне не нравится эта фурнитура серебряная. Вот когда делала, мне понравилось. Сейчас вот прошло буквально месяц, наверное, полтора. Когда я его делала. Перед поездкой. И хочется мне переделать вот это. Мне вообще, девчонки, нельзя смотреть ни украшения, которые я делала. Вот они полежат какое-то время. Я, блин, смотрю так и начинаю переделывать. Ну, что это такое, а? Муки творчества. Вот такой вот шарф. Он такой какой-то тепленький, такой мягонький. И вот очень модно. Сейчас золото матовое. Поэтому я сделала просто цепочку крупную. Вот такой шарф. Неяркая у него расцветка. Ну, вот вы знаете, что я не люблю сильно яркое. Мне очень нравится. И стекло в каракле с трещинками. А вот этот вообще мне очень шарф нравится. Но он какой-то как... Ну, ткань, как капрон. А я не могу, когда у меня вот такие ткани вот к телу. Я предпочитаю такое что-то всё-таки хэбэшное. Ну, вот по расцветке мне очень нравится. Он вот этими, как они называются, всё забываю. Индийские огурцы-то или какие-то там турецкие. Забыла. У меня записано, как они называются. Вот расцветка мне очень нравится. Пейсли, что ли, называются эти огурцы. Вот такой вот хлопок очень приятный. Вот бусины тут, вот видите, под... Ну, ближе вот к этому цвету. Тоже стекло. Тоже, мне кажется, очень симпатичный. Вот это-то изнанка. Вот лицо ярче. Вот, девочки, достал ещё один шарф. И понимаю, что вот моя уже слепота. Вот что значит при искусственном освещении. Я думала, что они серебряные. Вот эти вот штучечки. Они золотые. Представляете? Тоже надо вот это срочно всё менять. Вон и как. Как подруга моя, Иринка, говорит, слеподырая. Вышло рановато. Но я уже три раза выходила. Тоже, тоже небо какое красивое. Ну, вот тепла нету. Холодно. Прям холодно. Я ещё читаю главные комментарии. Мне там женщина пишет. А зачем вы ездили в Сочи? Вы же в Крыму живёте. У вас тоже тепло. Ага, тепло. Тепло. Только там я ходила без куртки. А здесь сейчас покажу вам. В пуховике и холодно. Тоже сравнили Крым и субтропики Сочи. Вы что? Разница огромная. Я говорю, вот сегодня днём было 5 градусов тепла. Но какое-то тепло, если дыша пар идёт. И ветер ледяной. Тепло. Ага. С носа потекло. И не пишите мне, пожалуйста, что я ругаю Крым. Я правду говорю, как есть. Тут ругай, не ругай. Если там тепло, а тут холодно. Ну, что ты? Что ты там? А я выскочила, вон, видите, в топотушках своих. А холодно. Вот. Ну, хорошо, хоть прям второй день. И второй день закат красивый. Красиво, правда? Я надеюсь, что все погуляли праздник хорошо. Вот, видите, у меня товарищи тут. Ну, я их подкармливаю, поэтому они меня не боятся. Ну, когда ругаюсь, убегают. Да, надеюсь, погуляли хорошо праздник. Мне не с кем. Я занимаюсь своим рукоделием. Надо вот во дворе начинать, участок убирать, розы обрезать. А я пока никак не могу. Я прям насладиться работой не могу. Прям, ой. Делала бы и делала. Это еще у меня посылки я не получила с фурнитурой. А там, наверное, вообще меня не остановить будет. Вот как же, девчонки, да, вот когда есть вот такая вот страсть. Просто вот прям время не замечаешь. Так, у меня тут под ногами уже два кота трутся. Ну, ладно, рыбочки мои, хорошего вам вечера. Спокойной ночи. Всем хорошего настроения. Не болейте. Гадость эта идет к концу. Поэтому будем все живы и здоровы. Ладно. Я на вас надеюсь. И всего вам всего самого-самого хорошего. Ну, и пока-пока, мои дорогие. Обнимаю вас, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok